Приветствую вас во всей этой ситуации, которую вы описываете, конечно, есть некоторые непонятные моменты. Ну, например, можно долго гадать о том, почему ваш мужчина, например, не сказал другой девочке, значит, к своей подруге, да, о вас. То есть, казалось бы, ну, если у него есть к вам серьезные чувства, если он хочет быть с вами, допустим, то совершенно логично, что он, я имею ввиду молодой человек, как-то расскажет ей о вас. И на самом деле, вот, знаете, ваша реакция, она вполне нормальна. И то, что он обиделся, говорит лишь о том, что вы нарушили его ожидания. Что значит ожидания здесь? Давайте подумаем, что значит ожидания здесь. Молодой человек хотел, наверное, быть с вами и в то же время быть другой девушкой. В каких качествах, в каких отношениях. Это, понимаете, не столь важно здесь. Вам важно другое. Важно, что он хотел. Важно, что возник сам факт того, что вы для своего молодого человека не единственная. Вы для своего молодого человека не одна такая. Вы для своего молодого человека не являетесь на первом месте. И это самая большая проблема здесь. И вы вели себя. Вот жалко, что вы написали, сколько времени вы уже встречаетесь, чтобы это вот как-то можно было учитывать при анализе вашей ситуации. Но однозначно можно сказать, что ваша реакция, она нормальная. То есть вот когда вы увидели его, значит, вот вы пишите, что увидели его и любовь вместе с ней в клубе. И потом, как я понял, вы встречали знакомых мужского пола, без отдыхания совести, приветствовали их, обнимая. То есть молодой человек не приемлет по отношению к себе такого же вот поведения, как вы. Вы у него увидели. То есть он под отношением к вам может поступать определенным образом, а вы нет. И плюс еще он обижается на вас. Вы знаете, я могу допустить, что молодому человеку с вами действительно хорошо. То есть что это вот значит, что молодому человеку с вами хорошо? Значит, это значит только то, что молодой человек вполне вероятно вам дорожит, молодой человек вполне вероятно как-то вот с вами действительно хочет быть. Я это, я в это вполне верю. Но вопрос заключается в том, какую роль, какую роль молодой человек отводит вам, да, в своей жизни, А какую роль надводит другую девушке? И вот складывается у меня такое ощущение, что вы для него, это вот знаете как, ну как вот, знаете, некая такая, может быть, потребность что ли, да, то есть вот. Ну вот нужно ему вот быть, допустим, допустим, с вами, да, он с вами все хорошо. Ему нужно быть, например, ну с кем-то другим, он с другой, и все. То есть молодой человек, по сути дела, не ведет себя так, как будто он готов, например, ну скажем, допустим, бороться за вас и только вам уделять внимание. И вот это на самом деле плохо. Он не готов завоевывать ваше доверие. Он не готов убеждать вас в том, что вы для него единственное и вы для него вообще неповторимое, что он хочет быть только с вами и так далее, и так далее, и так далее. И это тоже довольно, довольно серьезная проблема для вас. Далее. Вы спрашиваете о том, значит, стоит ли, значит, с ним поговорить. Возникает вопрос. Вопрос, на мой взгляд, довольно-таки, ну, такой, знаете, серьезный. О чем вы хотите с молодым человеком, собственно, разговаривать? Что вы ему хотите сказать? Почему он был с этой девушкой? Что заставляло его быть с этой девушкой? Или что? Ну, он вам уже, в принципе, свою позицию обрисовал эту позицию довольно четко, четко. Позиция такая у него, что у него с этой девушкой ничего нет. Но, тем не менее, почему-то вы увидели их вместе в клубе, тем более. То есть, понимаете, ситуация неоднозначная. И вопрос в том, нужно ли с ним разговаривать, на этот вопрос отвечает только вам. Формально обижаться ему на вас нет. То есть, он обиделся, это говорит о его нежелании над отношениями вы работали, о его нежелании воспринимать вас как-то всерьез, о его нежелании бороться за отношениями, о его нежелании завоевывать вас, о его нежелании покорять вас, о его нежелании работать над доверием к вам. Это да. Это да. И теперь он вас избегает Потому что он понимает что Или понял или понимает Что вы не собираетесь мириться Вы не будете мириться Безболезненно для него Вы не будете мириться С тем что Он С себя Вот так ведет И вбегает он вас потому Что Или рассчитывает Или рассчитывает Что вы будете за ним бегать Рассчитывает что Вы хотите его вернуть Или рассчитывает что Как то Позже немножечко Вот ну Время пройдет Он вам напишет Опять Значит И Все вернется на Круги своя То есть Я имею ввиду Здесь Круги своя Это имеется ввиду То что Вы Вновь будете с ним То есть вы его простите И Все будет как прежде А он будет Вести себя так Понимаете Потому что Это не поведение Человека Который Ну Собственно Готов Работать Над отношениями Над отношениями Вы Можете Вам можно С ним Вообще-то Говоря Ну Вот знаете Поговорить Можно встретиться Ну Чтобы постараться Как то вот Отношения Все же Завершить Да Можно встретиться С ним Что-то Постараться Выяснить Вот Но Не Не стоит Ожидать От него Какой-то Знаете Серьезной Реакции На этот счет Потому что Если бы он Осознавал Что Ошибся Если бы он Реально Понимал Что Ну Делает Какую-то Плохую вещь Он бы уже Он бы уже Давно Дал Об этом Снать Вам Я Давно Сам Все бы Объяснил Извинился Б Сказал Что Прости Меня Я Был Неправ Ну Или Еще Что-то В этом Роде А Если Ничего Этого Не Был Значит Мужин Просто Не Заинтересован В Этом И Будет Обвинять Вас По Сути Дело В том Что Это Вы Оказывается Виноваты Правда В чем Виноваты Но Это Уже Другой Вопрос И В этой Стоции Вам Можно Порекомендовать Вопросы Вы не Дадаете Вам Понять Что Проблемы Есть Только Для Вас Для Него Проблем Нет Это То Что Он Хочет Это То Что Ему Нравится Вы Пошли Вразрез Тем 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 Нравится И Он Это Не Принял Зачем Вам Такой Мужчина Который В Принципе В Принципе До Свадьбы Как Я Понял Вместе Вы Не Живете Зачем Вам Такой Мужчин Который Не Внушает Доверие Уже Сейчас То есть Можно Разговаривать Да Можно Добиться От него Какихся Обещаний Но Можно Верить Человеку Который Имея Отношения Находясь В отношениях Девочкой При этом Как бы В клубах Проводит Время С другой Неважно Даже Что Она Его Подруга Неважно Даже Что Между ними Ничего Нет Это Все равно Создает Ситуацию Неприятную Для вас И Мужчина Который Свою Женщину Уважает Он Не Будет Так Поступать И Весь Вопрос В том Как В этом Относится Знаете Если вы Себя Цените Если вы Себя Уважаете Если вы Не нуждаетесь В молодом Человеке Вот так Вот Сильно Я имею Ввиду Сильно Ну Если вы Не нуждаетесь В молодом Человеке Достаточно Если вы Не испытываете Потребности В нем Если У вас Нет Ломки Да То Лучше На самом Деле Ничего Им Не Написать Ничего Им Не Говорить Никак С ним Не Контактировать И Просто Напросто Смотреть На Его Поведение Потому Что Проиницииров В Контакт Сейчас Вы По Своей Сути Покажете Ему Свою Заинтересованность В нем А Показав Свою Заинтересованность В нем Вы Ментально Сдадите Позиции И То Что Вы Свои Позиции Сдадите Сыграет Мужчине Только На Руку На Руку Вот Я Думал Так Можно Ответь На Ваш Вопрос Написали Вы Его Конечно Довольно Размыто Много Осталось За кадром Но Тем не Менее Тем не Менее Конкретно Рекомендация Будет Так Как Так Вы Женщина И Женщина Капы Себя Уважает После Того Что Произошло Не Будет Пытаться Что-то Выгнать С этим Вещением Просто Потому Что Все И Так Понятно Если Вам Не С Мужчиной А Вам Вам Не Понятно Что Но Это Уже Отдельный Совершенный Вопрос Я Надеюсь Вы Это Понимаете На Этом Все Надеюсь Что Помог Вам Если Какие То У вас Дополнительные Вопросы Остались Пишите В личку Помогу Если Вам Понравился Мой Ответ Буду Благодарен Если Сделаете Его Лучшим Желаю Вам Всего Самого Доброго И Удачи